привет ездить кто скучал по нашей тачке ребятки сегодня будет первый запуск нашей машине посмотрим как она заведется спустя простой зимой в лютые морозы еще сегодня встретили погуляем с нашими друзьями и сделаем маме ремонт в туалете офигеть я и ремонт в общем ладно лайки ставим комментарии пишем погнали сейчас будем делать первый запуск нашей ласточки ух соскучились вот это да первый запуск опа чикс с пол пинка да эта машина которая никогда нигде не подведет эта машина которая любит ездить едем сейчас купить кофту тёмки заправиться и накачать колесо что приспустило почему-то как это почему-то потому что наверно стояла полгода как всегда зашли за кофтой в итоге вторая кофта почему-то в руках кроссовки еще еще у тёмки этот где-то бегалел подрезал блин пацан самый довольный гражданин вот так вот третий ребенок растет вот что успел урвать то ему купили вот если бы он не взял ему бы никто не купил вот что значит третий мирошка даже против чтобы ему кто-то помогал нести коробку нет и все нет и все нет и все да мирош нет и все отходите отходить давайте давайте пошлите сейчас надо собрать и отпустить мальчишку на улицу гулять да мироша да так и мы тут заехали на заправку по топливу традиционно дизель 6280 95 56 05 но неплохие цены я вам скажу после турции так вообще почти подарок качаем колеса как же скучал по ней и красоты кто бы знал готова все мирошки пристан выбрался все там все там ай-ой-ой все сам это отец кривилась сибулька все сам дали рожка ходить попка и ногами трик тык 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 молодец Надо, скажи, с педалями, да, чтобы ехать. Видишь, какие? Какая большая. Куда отсюда. Вся улица. Вся улица реально на этих байках. Дети такие говорят, ничего себе. Надо с мобильной проехать. Да? Вау, стойте здесь пока. Что это? Машите их, ребята. Фига себе. Вот это круто. Дрошка, пусть кот. Все, держите Мирошку. Карусель, карусели, это радость для нас. Проходите на наш. Так, ребятки, я уже думаю, вы понимаете, что мы постоянно апгрейдимся. Теперь у нас для путешествия будут вот такие вот рации. две штуки. Не знаю показать им две, но классная вещь. Вообще стоит прям считанные копейки, что рубля полтора, но берет офигенно. Даже мы здесь на районе их проверяли, я здесь нахожусь в квартире, дети уходят куда-то далеко-далеко-далеко через все дома там в конец района и они прям офигенно ловят. Еще же у нас наша любимая станция есть, кто пропустил, смотрите выпуск, 1000 ватт, лютая история, но у нас приключилась такая темка. Мирошка взял сюда и написал. Вот, почему бы и да. В итоге стала замыкать розетка, то работает, то не работает. Купил вот такой вот очиститель контактов. Сейчас ее будем разбирать. Я ее как-то уже разбирал на самом деле. И попробуем все очистить, должно вообще помочь. Здесь такие вот шестигранники. Сейчас будем их откручивать. Такие длиннющие здесь молотые. И вот такая вот история внутри. Вот как раз вот сюда вот он походил. Отключили основное питание, вне ли здесь как-то внутрянка. И сейчас хотим полностью снять эту плату для того, чтобы ее промыть. На этой стороне, ну вон они, видишь, тоже вот это же. Давай сейчас просто. Еще до одной платы спирались, тоже все здесь пропшит. Надеюсь, будет норм. Все, у нас последний штрих. Чикс. Вставляем заглушечки и ставим на зарядку станцию. 0% заряжаться будет 6,5 часов. Так, вот сходу пробую. Нажимаю на включение розеток 220. Шикс. Вот, все работает. Надеюсь, это поможет. В принципе, эта история не парила. Там ее несколько раз потыркаешь в сети. И они активировались. Но лучше, когда все работает чики-пуки. Согласны со мной? Че, Родик, ты рад? Че тебе бабушка приготовила? Рассольник. Две тарелки съел. Две порции пацан навернул, соскучился. Итак, ребятки, смотрите, станцию мы поставили заезжаться в час дня. Сейчас 6 вечера. И на станции у нас 99%. Заряжалась она от 0 до 100%. 5 часов. На полтора часа меньше, нежели писала самоустройством. Я считаю, что неплохо. А новая станция заряжается за 1 час до 80%. Кто не смотрел обзор этой станции, гляньте. Вот выпуск, ссылку оставлю в описании. Я прям очень сильно удивлен. Представляете, вчера мальчишки катались на самокатах и забыли их здесь на площадке. В итоге они простояли весь вечер, всю ночь. И стояли-таки стоят. Да, это прям очень приятная новость. Нам тут в Турции наша зрительница подарила плед в нашу новую квартиру. Мы его решили все-таки с собой забрать, пока, чтобы он там в Турции не скучал. И будем его использовать в машине. Смотрится красиво. Спасибо за пледик. Да, парни? Да. Сейчас поедем делать первый выезд. Встречаться с нашими друзьями. Полгода простояло. Первый выезд. В общем, как мы отвыкли от классной машины. Да? Настенка теперь со мной будет ездить, потому что Мирошка будет сзади теперь самостоятельно. Да, парни самостоятельно ездят. Да, парни? Ага. Теперь у вас там вообще просторы. Мы приехали гулять. Наше любимое место в Подольске это Дубровице. Ничего лучше нету. Смотрите на эту роскошную церковь. Не помню там какой век, но сюда должен приехать обязательно каждый, потому что такие церкви это вообще редкость. Здесь дворец бракосочетания, усадьба Ивановская, по-моему. Это вообще то место, когда в Подольск приезжаешь, типа чего в Подольске посмотреть? Вот обязательно Дубровице. Сюда прям каждому. Мы пока были в Турции, представляете? Ребята были на Шри-Ланке. И мне самбат говорил, что они прилетают в конце апреля в Москву. И я хотел прям купить билет в их дату. И в итоге промазал. Мы прилетели 23-го, а они, как оказалось, 24-го. И у нас прилет был в одно время. И аэропорт один и тот же. Но я, короче, не угадал с датой. В итоге они вчера остались в Москве. Вот мы сейчас их ждем. В ожидании, когда они приедут сюда. Давай, открывай, 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 открывай. Давай, давай, давай. Дари подарок, дари, 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 скорее, скорее. Где мы еще можем встречаться? Ой, тихо, тихо, они спят. Маленькие-то спят. Здорово. И у вас, и у вас. О, на листке не спит? Нет. А мы думали, вы с мамой. Привет, Тём. Соскучился когда-нибудь? Да. Точно? Точно? Привет. Все загореленькие. Мы загореленькие, мы загореленькие. Какой огромной мы компания, понимаете? Господи, сколько мест мы уже посмотрели дружно. И сколько нам еще предстоит. Кстати, здесь в Дубровицах построили дополнительную церквушку прикольную. Тогда ее только строили. Как же здесь круто. Вообще. Ребята, под впечатлением от Шри-Ланки. Я говорю, спашишься. Так. Он такой. Мне паук укусил. Я его ищу. Ну, какой паук, смотри. Вот такой паук сидит. Да, он вкусной даже. Я его еле поймал, кстати. Это самые скоростные пауки, которые есть. Но это же типа домашние. Ну, я бы не сказал, что домашние. Причем был здоровый, да? Он здоровый, да. Я подумал, что это вообще скорпион. Я до последнего был уверен, что это скорпион. Пока его, конечно, не прихлопнул. Потому что, ну, дети спят. Там кишки просто. Не, 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 кстати. Нет, такого ничего не было. Выглядит ужасно. Тебя укусил паук, ты теперь спайдермен. Ты теперь женщина-ежик. И пиявка. И пиявка. Укусила пиявка. Наступила на кого там? Морского ежа. Что у вас там еще было? Еще, это, не знаю, на 10 дней съездили. А на скалопендра у нас была. Скалопендра, хорошо хоть не съела. Короче, Шри-Ланка топ, да? Да, да. Весьяны, павлины, что там, гурундуки. В общем, вся вот эта флора и фауна была рядом с нами. Супер. Ну, Самбат, просто ты вот занимаешься этими лекарствами для животных, поэтому к тебе и липнут все животные, понимаешь? Как бы они дружили с нами, а не вот так. Приехали мы здесь на бульвар, у нас на районе красиво так сделали. Наконец-то общественное пространство. Как тебе, Самбат, пространство на нашем районе? Я еще не видел, я не знаю. А это новое? Новое, абсолютно. Не, ну вообще классно, конечно. Ну, какая детская площадка, смотри, какая здоровенная, классная. И там скейтпарк. А еще вон фонтаны. Да-да-да-да. В общем, что-то сделали хорошее. Вот осталось только фонтаны включить и вообще будет просто невероятно классно. Красивое место у нас на райончике. О, даже схема, смотри, указатели вот висят. Ну и детская площадка, конечно, тоже крутая. Вот в Турции таких, конечно, не хватает площадок. Ну вот он скейтпарк, вон парни на роликах сразу, на скейтах. Катает? Хорошо. Хорошо, Катай? У нас здесь на районе есть южный рынок, классный достаточно. И сделали большущий-большущий футкор. Здесь всякая живая музыка играет. Мы, естественно, нашли сюда, покушали. В первый раз здесь кушаем. Здесь различные кухни. Носенка себе заказал что-то там азиатское, какой-то там супец. Мы все хотим вспомнить Грузию, правильно? Вот. Кстати, что под сценом, вот, пожалуйста. Одна хинкалька классическая, 90 рублей, хачапури, лодочка и 520, да, по-моему? Да, под носа забрал, давай принес. А, это ваше. Это Мирошкино? Не-не-не, это та, ребят. Ням-ням. Ну что, Тёмчик, как? Дай кусочек попробую-ка у тебя. Надо заценить тесто. Опа. Опа. Мне кажется, в Грузии все равно повкуснее. Нет, здесь вкуснее, потому что с ним не нравится. Потому что я вот этот салат очень люблю в Грузии. Ну, настолько какая красота. Мирошка наяривает мини-хинкальки. Мы, кстати, их в Батуми распробовали, мини-хинкали. Теперь знаем, что нужно детям брать. Идеально. И огромные хинкали. Мы просто выкатываемся с этого фудкорда, да, пацаны? Да. Все объелись, наелись. О-о-о. Еще один колобок выкатился. Все, ребятки уезжают. Мы договорились, что уже в следующий раз мы увидимся в Смоленске. Вот так вот. Так что скоро будут выпуски из Смоленска. Надеюсь. Надеюсь, будут. В прошлом выпуске про станции, кто внимательно смотрел, могли услышать на сценке такую реплику. О, как здесь просторно стало. На самом деле, действительно так. Родители делают сейчас ремонт в туалете. Вот, как говорится, учитывая, что мы сюда приехали, немного подмогем. Поставили уже здесь плитку. Но это не при нас. Это вот до нашего приезда классно получилось. Берите так на заметку себе. Здесь получается, сколько, три принта. Это вот первый вид плитки. Потом пошел вот такой вот. В чем интересно, как этот футбольный мяч смотрится просто круто. Дальше Мамуля решила, что здесь будет идти вот такой вот металлический плинтус. Вот, кому нужно. Смотрите. И далее переход в плитку, которая верхняя. И дальше вот уже вот такая. Серая переходит в пол. На полу решили не менять плитку. Она прикольно сочетается. Единственное, что ее надо будет потом помыть. Она очень круто сделана застройщиком. Поэтому решили ее нафиг не сбивать, не трогать. С потолком сначала думали, тоже буду делать, как во всей квартире. Ну, типа, вот как на кухне. Это все одесса у меня делала сам, своими руками. Гипсикартон, профиля. И все вот это вот врезал. Получилось, ну, просто безумие какое-то. Очень круто. А здесь в туалете решили не заморачиваться, не выводить все это, а просто сделать натяжной потолок. Причем своими силами. Купили где-то на маркетплейсе какой-то потолок. Сейчас тоже чуть позже покажу. Далее здесь установили вот такие вот лампы, такие светильники. Стоит недорого. Единственное, что в них были минусы. Это никакой пайки проводов не было. И пришлось их полностью разбирать и запаивать провода, чтобы они не нагревались. Чтобы, соответственно, ничто не замкнуло. Поэтому немного их доделали. Здесь будет установлен, типа, такой шкафчик, знаете, с полочками. И здесь будет закрываться все роллетой. Жалюзи такие, сейчас тоже их покажу. Вот уже все нарезано. Плитка на этот шкафчик. Вот у меня уже отец оценил станцию, которую мы подарили им. Что вышел, мне что-то скинуть не надо. На общий балкортов подъезде бжик-бжик нарезал. И красота. Дома огромное количество просто наикрутейших инструментов. Поэтому весь ремонт в квартире сделан руками золотого человека. 3-5 минут ждем. Еще раз мешаем. И погнали ложить. Вот это все дело тут. Вот видите, вот эти вот потолки. Вот эти все 3D-обои, часы. Это все делали сами. Для туалета куча своей фурнитуры. Это для бумаги. Сюда что-то еще может ложиться. Сюда полотенце. Полотенце. Потом вот это еще вешалочка для полотенца. Там будет стоять ракмин. Она, в принципе, и стояла. Просто обледелись немножко. Вот такой вот будет прикольный крантик белого цвета. Но позже посмотрим, как это все будет смотреться. Единический душ. С лейкой, да? Как у нас на машине в трубе. Почти. Так. Дальше это ершики. Все понятно. И это автоматическая штуковина. Мыло. Она включается. Рука подносится. И мыло наливается. Прикольно. Ладно. Сейчас чуть позже. Будем смотреть уже, как это все будет выглядеть. Действительно, когда будет установлено. Кажется, я знаю, кого пригласить в нашу новую квартиру делать ремонт в Турции. Дай. Не, ну а что? Паспорта они сделали. Кто нас давно смотрит, знает, насколько нам было тяжело их уговорить. Так что, почему бы и нет. Здесь вдоль трус будет идти шкафчики, мебель. Которую тоже надо сейчас собрать будет. Так, а здесь кусочек плитки не хватает. Порожек положили. Здесь все, плиточка уже сделана. И теперь надо разбираться с потолком. Все строго по уровню должно быть. Потолок пришел вот с такой вот коробки. Здесь фурнитура. Вот эти штуковины по периметру, которые клеятся. Сам потолок, вот этот материал, да, натяжного потолка. Лопатка. Ну и, понятное дело, вот это вот все для крепления. Я уже, как и есть, на самом потолке. О, клей еще. Вот видите, здесь целая книжка. Чего нужно дополнительно, что идет в комплекте. И даже по QR-коду есть целая видеоинструкция. Можно сначала посмотреть, а потом уже устанавливать. Достаточно удобно. То есть, тебе получается, не нужно вызывать монтажников. Но сейчас посмотрим по итогу вообще, как оно получится, конечно. И поймем, нужны ли вообще монтажники. Или просто вот так заказал и сам сделал. Плохо, что в набор они не ложат, да, карандаш такой? Ну, маркер какой-нибудь. Нужен прям тонкий-тонкий, чтобы через плинтус пролазил. Теперь это надо засверлить. Вот такая штука по всему периметру, да, будет? И в него заправляется уже, да, этот материал. Самое сложное было вот эти планки, да, сделать? В общем, это все по уровню. Места мало. В одного. Короче, вот это было самое сложное. Но пока. Сейчас посмотрим, как будет крепиться этот сам потолок. Эта ткань. Надеюсь, получится. Мы сейчас начинаем натягивать уже вот эту штуку. Здесь еще важно, что шершавая идет сюда. Кормонник положить в лопатку. Для этого нам как раз вот лопатка нужна будет. А какой стороной она? На какую стороной она идет? Нарезали вот эти штуки. Для второй она будет. А такова. Еще попробовать? Естественно, когда мы приезжаем в Подольск, Настенка всегда заказывает куча роллы всякие. Вон, видите, мини-бэйм. Красота. Лапшичка. С нашего любимого заведения. Нигде вкуснее еды нету. Вот так, это два вока. Кому интересны цены, пожалуйста, посмотрите. Так, смотрите, что получилось. Повесили жалюзи. Здесь сейчас еще будут установлены планки. Ну, понятное дело, вот эти вытяжки. Ну и самое интересное, посмотрите, как круто получился вот этот потолок. Блин, офигенно, да? И это не профессионалы. Это дело рук просто, так сказать, пробная история. Мне кажется, очень даже достойно. Молить со всех сторон. Что думаете вы, напишите в комментариях. Сейчас отправимся в Леруа сюда покупать раковину и потом уже собирать сегодня нужную мебель. Ну и не переключаемся, в конце посмотрим, как вообще все это будет выглядеть. Ну что же, приехали мы в любимый Леруа для того, чтобы найти нам унитаз и раковину, да? Унитаз и раковина. Вон, Темка с нами. Потому что кто рано встает, тот ездит с отцом. Да, Тема? А кто поздно встает, тот ходит гулять с мамой. Что-то мы тут ломаем. Ну вот, видишь? А в Леруа начался дачный сезон. Посмотрите, сколько цветочков здесь. Кому цветы, кому рассада. Большая проблема в том, что вообще мама хотела вот такую, но она очень широкая. Думали поставить вот такую, 6800. Она тоже широкая. Ну и как вариант, только вот такую ставить. 5500 стоит. Так, ну и теперь самый главный выбор, это, конечно же, унитаз. Родители уже какой-то присмотрели, который сейчас возьмем. Сейчас попозже покажу. Вот такой унитаз с этими, с доводчиками. С бачком разделительным. Ну, в принципе, да. Ну и что мы, фекальки сразу в воду падали. Ну и, кстати, немаловажный нюанс при выборе унитаза. Видите, здесь нет вот такой вот штуки. То есть, если здесь, короче, дополнительные бактерии будут скапливать, и здесь нет. Ну, комплектацию проверяем. И здесь единички души, да, можно будет прийти? Конечно, унитаз за 18 тысяч. Мне кажется, могли бы и внутри тоже покрасить. А то наплевали этой краской и все. Все, унитаз забрали. Кому интересно, вот АМ, ПМ, как часы. Теперь в нашей машине не один туалет, а целых два туалета. Да? Да. Короче, у нас тут загвоздка. Нужно открутить старый унитаз, ведь мы взяли новый. И вот эти болты вообще не поддаются. Один я выкручивал и в итоге сорвал его. А вот с этим надо помучиться. И вот непонятно, как его отсюда открутить, не разбив и ничего не повредить. Победили мы, болтик этот, он тоже обломился здесь. Ух. Ух, мы победили. Как страшно, кто-то смывает, короче. Я думаю, сейчас как говняшки сюда полетят. Чьи-то. Видишь? Ну если с 17, то это все с такой скоростью полетит. Нормально вода туда ходит. Сейчас нужно метки сделать, где засверливаться, чтобы его прикрепить. Пока все идет на плаву. Это вам не биотуалет сливать в путешествиях, понимаете? Здесь все серьезно. Я сразу предложил этот биотуалет поставить просто на Тетфордовский и все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот вроде что-то получается, унитаз почти поставили. Осталось здесь опустить и мебель поставить. Первый запуск машины сегодня был. Теперь первый запуск унитаза. Сейчас изо всех щелей прикинь. Че? Пропускает. Пропускает? Да. О, видишь, как я убегал. Протекает-то. Все подключили. Не обращать внимания на вот эти вот сопли. Это все уйдет, потому что шланги немножко коротковатые. И если сейчас их пустить через низ, то они будут заламываться. Поэтому пока так. Сейчас будем мебель собирать теперь вот сюда вот. И вечером еще раковину привезут. Как вам строительный контент? Пишите в комментариях. Как я в роли какого-то строителя-прораба. Первый готов. Шкафы собраны, но есть нюанс. Здесь проходят трубы. И эти трубы должны туда спрятаться в шкаф. Поэтому сейчас надо все замерить, отмерить, вымерить, отрезать вот тут в шкафу. И туда их закидывать. Ну, посмотрим, что там будет. Это нам раковину привезли. Вообще красота. Хопа, все. Это прям почти последний штрих. Мы тут, видите, уже примеряем мебель. Классно. Единственное, решаем с ножками или без ножек все-таки делать. Я сколько раз говорил про такую тему, что типа сейчас молоко, например, уже не литр продается, да? А продается типа 0,9, 0,8. Там пивко не 0,5, а 0,4, 0,45. И сейчас, представляете, мы сегодня купили плитку. 3 тысячи стоит плитка из 6 или 10 штук. Она идет 30 на 60. Смотрите. Вот он размер 30 на 60. 3 тысячи рублей бляха-муха плитка стоит. Смотрите дальше. А по факту плитка 59,5. И нам нужно было как раз 60 вот ровно заподлицо с комоном. Ну, вот 5 миллиметров не хватает. Нормально, да, продают? Как молочко и пиво. С уменьшенным этим, знаешь, объемом и размером. В общем, смотрите. И она не 30, она 29 и 29,6. Обигеть можно. Вот продают говно. Так, мы почти закончили, но сегодня уж точно закончили. Сейчас покажу вам, как мы поиздевались над шкафами. Нам пришлось выпилить вот здесь, вот видите, шкафы вот так вот, вот здесь вот так. И в этом шкафу аналогично. Дальше арголитом не зашивали, потому что иначе вот тоже там, короче, геморрой целый. Осталось приклеить плитку, поставить раковину, кран доделать здесь. Наличники какие-нибудь поставить интересные, купить подлиннее вот эти шланги, увезти их через вот этот проход. В общем, работы еще есть, но смысл в том, если вам зашел такой контент, пишите в комментариях, чтобы я понимал, стоит ли такое снимать. Если зашел, то мы продолжим там в следующих выпусках, покажу, как мы здесь все доделаем, оборудуем и так далее. В общем, жду от вас обратной связи, а я пошел вам монтировать для вас этот выпуск. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok